короче привет всем ребятам кто смотрит и хотелось бы снять еще одно провяжение тома видео который я снимал по поводу работы в польше по поводу нашего агентства короче загрязываем такая лажа происходит что на данный момент я приехал женою я не могу данный сейчас я знаю работы потому что меня короче получать такая херня на ту работу на которую мне здесь я ехал меня не взяли потом мне предложили другую работу как бы слюсаром но я на эту работу согласился думаю нормальная работа можно работать але получилась такая ерунда что когда мы приехали к начальству там договорились насчет работы то мне сказали такую херню что им слюсарей не надо они ждали инженера но как вы понимаете инженер по строительству что машин то есть москопопудинные машины это такая профессия где надо знать английский иметь и институт москва ну конечно мне написано что я что-то там умею будет заход выше закинчивать хотя это полная и и грунта это я ничего не кончал но короче агентство таким образом пытается меня как куда-то там впихнуть и подделавши мне короче липовое резюме для того чтобы работать но это я тоже говорю что это может быть в каждом такая ситуация что просто у вас вы приезжаете вы можете або предложить не ту работу або придумать липовое резюме ну конечно разумеется я не такой как бы можно сказать беспомощный я могу себе сам найти работу и в общем и я и знайшел в себе работу в розсварде короче город тоже большой можете кто-то меня поправить потом если что то я знайшел в такую работу но вопрос в том что сама сказать а я знаю фирма договорилась я скажу что давайте я буду вам просто жилье буду работать только от другой фирмы и короче эти ребята категорически отказались отказались а по той причине что любое предприятие на которые вас берут понимаете что фирма получает кат на данный момент и есть подозрение ну и конечно я не могу гарантировать но есть подозрение что наша фирма но это электролюкс на которой менеджер на работает на данный момент на котором я мог работать а платить зарплату три тысячи злотых а нам записали в договоре як две с половиной тысячи злотых то есть получается ребята соби 500 злотых наваривают плюс они еще говорят что за жильотам надо платить и еще плюс 400 они на жилье наваривают вот такая ерунда происходит со всем этим пойдут погуляйся то выходит такая вот ерунда затем всем жильем происходит заработать люди придут и хочется просто говорить о людях возмущаться а то такая вот херня а насчет и того чтобы насчет работы я кажу что я может в другой фирме работать и просто платить за жилье они не подходят потому что они зарабатывают хорошо и из завода плюс с вас зарабатывают дарают короче много денег ну такой ерунда происходит потом хотелось запоглить на такую тему например семейные пары которые едуть просто многие за семейными парами думают ехать то скажу прямо снимите ваши розовые очки еще в украине потому что сюда перейти семейные пары вообще я не советую потому что работу а вам предоставлены только в нашем случае вам просто херню разом предоставить извиняюсь за выражение но и в даже в таком случае что в других случаях я общался с некоторыми семейными парами ту же самую лажу представлять для семейных пар на предприятии если вы едете у вас посадят на самое хуже предприятие которое только есть то есть не найдите что вам дадут нормальное предприятие а нормальное предприятие где можно работать на котором можно хорошо зарабатывать нормально работать нужно только не семейными парами то есть Есть фабрика, на которой нужна только женщина, есть фабрика, на которой нужна только мужчина И получается такая ерунда. Данная фабрика может находиться в одном городе Вот, просто в одном городе находятся 2 фабрики На одну фабрику надо мужчин, на другую и женщину надо находиться В ситуации происходит, что агентство provide только жилье от той работы на которой ты работаешь И получается, если муж и жена приезжают, и они хотят на нормальную работу, где-то мы платили им 3 тысячи злотых чистыми, а не 108, а не 1800 злотых чистыми, как наша фирма предлагает. И то это 1800 это не совсем чистыми, еще куча других они выше сделают, но за жилье и так далее, за жилье еще 400 злотых, но получился 1400 злотых. Это уже чистыми, где-то человек получает, плюс ему надо 300 злотых на пропитание, и получается 1100, и то 300 злотых не всегда хватает, и иногда где-то 400 злотых. Ну такая вот ерунда происходит за этим всем. То нормально, если вы хотите на нормальную фирму работать, на нормальную, для вас будет хорошая зарплата, и будет 2 тысячи, 4 тысячи чистыми выходити, то нужно, чтобы в пользу работать, то есть надо, чтобы мужчины работали отдельно, женщины отдельно, то есть вы не получите от фирмы так, чтобы вы работали вместе. Потому что это может сразу уже, про это как бы даже не мечтать. Насчет работы, что я вам еще посоветую, если вы хотите сюда все-таки семейную пару ехать, то ищите варианты в Украине, как снять личное, самостоятельное жилье. Потому что есть все-таки фирмы наши, украинские, те агентства, которые предоставляют работу. В них можно с деякими договориться, и деякие дают такую возможность, чтобы вы сами снимали жилье. Вот на таких условиях можно семейной парой ехать. На других условиях даже не соглашайтесь и не едьте. Я просто вас как бы поражаю вам, потому что, если вы не знаете польского языка, вы попадаете в полную жопу, реально, ребята, потому что выходит, что вы сюда приезжаете, и вам фирма диктует такие жесткие правила, которые просто иногда непостижимы. Вот просто такие, что вообще, можно сказать, ну реально, можете вас вообще на полу поселить в каком-то домике, чтобы вы там жили, вообще никаких комфортных умов вам не предоставить. И вы тупо ничего не сможете сделать. А причина, по которой вы вообще ничего не сможете сделать, заключается в том, что вы просто не сможете никому пожаловать. Если вы не знаете польского языка, и если ты не знаешь польский язык, то поляки тебе ничем не помогут. Я вам гарантирую, потому что, если вы не знаете польского языка, если вы впервые едете в Польшу, и хотите семейной парой ехать, ищите на Украине возможности, как сняться здесь жилье, уже в Польше. А тогда идите уже семейными парами. Потому что, если вы приедете сюда и будете здесь искать, то это наоборот будет сложнее. Пока вы вырубитесь, что, где, что происходит, как все, с кем договаривайтесь, куда идти, как, о чем говорить с поляками, на какие сайты обращаться, где кому заводить, там, за сколько что занимать, в каком городе, на какой улице, все остальное, как туда проехать, как назначить встречу с поляками. Короче, очень много нюансов. То вы, ребята, просто, как контакт подписаться, что же очень важно. Тут все же, вам же никто не предоставит жилье, если вы не подписываете на контакт. В Украине все очень просто. Заплатив деньги с поселивцем, живешь, а тут надо контракт, документы подписаться. А как вы подписываете документы, которые вы не умеете читать, и... Так, вы не умеете читать, и... Постою здесь. И не знаете полського языка. Вообще ничего не подписываю. Так само поляки могут побачить, что вы не грамотно, вообще не владеете украинским, с польским языком может вам завышать и такую цену за жилье, что вы просто не сможете это жилье просто оплатить. Поэтому советую, если едете семейными парами, знайдите здесь жилье, уже здесь найдите жилье, где вы будете жить. И вообще меньше надейтесь на агентство. Имейте лучше 2-3 номера агентств, с которыми можно связаться. Имейте родственников, знакомых. Просто на однее, на агентство, не рассчитывайте. Как бы вас бы не рекламировали, как бы вам бы не обещали Жолотые Горы, как бы там кто-то не ездил и как бы кому-то там не везло, вы как бы не тот человек. Наше агентство, так само, в которое мы обратились, когда-то несколько лет назад было самое лучшее агентство и очень хорошо людям помогало. Зараз оно, из-за того, что тут много людей приезжает, из-за того, что оно уже раскрутилось, оно просто почало просто издеваться над людьми. Поэтому не надейтесь, что агентство, которое 2 года назад было хорошее, сегодня будет хорошее. Поэтому, ребята, если вы сюда едете, то ищите нормальные варианты, ищите несколько, брить несколько номеров разных агентств и просто здраво мыслить. Вас никто здесь не ждет и вам никто здесь ничего не обещает. Вас просто тупо может наебать, если вы не будете себя, как бы сказать, не будете подстраховываться. Вы должны всегда подстраховываться. Вы должны ехать не на, не с грозовых очках, не ждать, что тут будет хорошее, а ехать с реальным пониманием, что у вас, может, что хочет угодно произойти. Может, даже таке произойти, что у вас способ выкинуть на улицу и вам не будет где переночевать. Бывает, что агентства просто берут огромные деньги за это, за вакансию, а потом кидают. Кстати, с таким агентством я тоже не советую вообще связываться. Это 10 тысяч агентствами, которые делают абсолютно бесплатные приложения и не берут вообще ни копейки за это, можно сказать, вообще ни копейки не берут за вакансию. Вы уже заговорились. Вот с такими агентствами связывайтеся. С другими просто не связывайте, потому что если вы связываете с агентством, которое было полторы, две, три тысячи гривен за вакансии, просто они могут вас просто кидануть. Потому что если с агентствами связываться, то те, у которых вообще не было денег, тем выгодно вас наебать уже здесь. Ну, грубо говоря. Тем выгодно из вас собрать деньги с работодателя, когда приставят вас на работу. Выгодно за жилье много снять денег. Но им не выгодно, чтобы вы просто приехали и тут снялись. То есть они гарантированно вам предоставляют эту работу, жилье гарантированно предоставят. Просто может вам плохие условия предоставьте. Ладно, на этом все. Видео заканчиваю. Всем пока. У меня уже головы сорвались. Немножко кричу. Эмоционально. Все. Всем пока. Удачи в Польше. На заработках. Пишите, если что. Я уже немножко знаю о Польше. То, может, чем-то смогу, тем помогу. Всем пока.